Дорогие братья и сестры, здравствуйте! В Священном Евангелии есть слова «Тяготы друг друга несите, и так исполните закон Христов». Настало время, когда нам нужно понести тяготы тех, которым сегодня тяжело. Тем, кто проводил своих мужей на передовую, тем, кто остался сегодня сиротой, тем, кто нуждается в нашей поддержке. В этой связи мне хотелось бы попросить всех вас, тех, кто проводил своего сына или мужа на фронт, подать свои записочки о крещенных православных христианах, для того, чтобы в нашем храме мы поминали их о здравии и спасении. Мы машем им руками, мы провожаем их на перронах вагонов, но молиться кто за них будет? Очень важно просить Бога о спасении и сохранении их от всякого зла. Вот давайте мы во всех храмах постараемся молиться за тех, кто сегодня призван защищать интересы нашей страны и безопасность каждого из нас, находящегося внутри нашего Отечества, в тылу. Имена о здравии тех, кто сегодня отправился выполнять свой воинский долг, я попрошу принести в наш киоск с пометкой «Защитник Отечества». А также тех, кто до конца исполнил свой долг и положил душу свою за наше сегодня и погиб, выполняя свой воинский долг, я приглашаю также подать имя этих героев, погибших на фронте, чтобы мы молились о них за упокой их души. Тоже с пометкой «Защитника Отечества». Упокой, Господи, душу там, где уже нет болезней, нет печали, нет военных действий, но жизнь бесконечная. Второе. Очень многие сегодня приходят в храм с просьбой утешить, поддержать, потому что жены, проводившие своих мужей, оказались в совершенно необычной для себя ситуации. Мы определили в нашем храме старшую такую супругу, которая проводила для выполнения воинского долга своего мужа и сына, и она согласилась встречаться с женщинами, которые также отправили своих мужей защищать Родину. В воскресенье в 13 часов на казачьем хуторке, есть рядом с храмом такой казачий хуторок у нас обустроенный, на казачьей веранде состоится эта встреча, и жен, которые проводили своих мужей выполнять воинский долг, я приглашаю на эту встречу после Божественной Тургии в нашем рождественском храме, адрес Рождественская набережная 1. Приглашаем и военнообязанных, потому что есть у нас много добровольцев, которые уже, не дожидаясь повестки, собрали свои рюкзачки и хотели бы послужить Родине, но для того, чтобы ускорить процесс подготовки, особенно что касается подготовки медицинского характера, есть специалист, который научит правильной медицинской первой помощи в полевых условиях, как себе, так и другим. Эти занятия мы начнем с этого воскресенья, 2 октября, в 13 часов. Мы хотим сказать о том, что женщины, оставшиеся в положении, ожидающие ребеночка, особенно нуждаются в этой поддержке. Я приглашаю вас, дорогие беременные мамочки, для духовной поддержки. Если нужны материальные, мы постараемся по возможности помочь тем из вас, кто сегодня нуждается в этой поддержке, особенно те, кто проводили своих мужей в этом положении защищать нашу Родину. Особенно в это непростое время для всех нас хочу позвать вас в храмы Божии, в храмы на Божественную Литургию. Не просто свечку оздравили, за упокой поставить и уйти, а именно исповедаться, почаще причащаться. Постарайтесь особенно сейчас причащаться чаще. Кто не крещен, покреститесь. Кто не причащался, давно не исповедался, поисповедайтесь и почаще причащайтесь. Посещайте каждое воскресное богослужение в ближайшем храме. Каждый православный праздник постарайтесь не пропускать богослужений. Во многих храмах служатся и ранняя, и поздняя Божественная Литургия. Ну и, конечно, дети. Мне хотелось бы пригласить детей, особенно тех, папы которых ушли защищать свою семью, свою веру и свою Родину. И да сохранит всех нас Христос и поможет пройти это время испытаний и пошлет нам долгожданный мир. Храни всех вас Господь и Пресвятая Богородица. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова